Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем делать макияж и вообще обозревать косметику от одного довольно-таки бюджетного распространенного бренда украинского, который называется LCF. Некоторые называют LCF, в общем-то, логотип состоит из трех букв LSF. В общем-то, у меня здесь накопилась вот такая вот косметичка всяких средств от этого бренда и сегодня мы с вами их подробно рассмотрим, часть используем для нашего макияжа и вообще узнаем, что хорошее, что не очень хорошего качества. Я уже эти все продукты на себе тестировала, пробовала, вот пока насобиралась у меня эта коллекция, на некоторые продукты эти у меня уже есть обзоры на моем канале. В общем-то, сегодня соберем все это в кучу. Давайте, наверное, меньше болтать, больше делать и, наверное, начнем с нанесения тональных средств. Хотя, нет, вру. Начнем мы с базы под макияж. Божечки, у меня тут так много всего. Где же моя база? Начала так. Начнем мы с вот такой вот базы под макияж. Это такой гелеобразный праймер, я бы так сказала. Он достаточно хорошо увлажняет кожу, хорошо держится на лице, продлевает стойкость макияжа и все такое. В общем-то, я им пользуюсь. У меня там уже, как вы видите, наверное, чуть меньше, чем полфлакончика осталось. Ну, скажем, грубо говоря, половинка. И начнем мы с него. Я его наношу обычно просто пальчиками, растираю по всему лицу. Он не забивает поры, этот праймер. Отлично маскирует, скажем так, расширенные мои поры. И потом тональное средство ложится более ровно, более гладко. И, в общем-то, намного красивее, чем обычно. Сейчас я отлучусь ненадолго, пока праймер впитывается. Одену обруч и вернусь к вам и продолжим наш макияж. Субтитры сделал DimaTorzok Я закончила наносить тональный крем в летней коллекции. Как вы видите, недостатки он перекрывает достаточно плохо. Где у меня вот прыщики, он как-то вообще не особо хотел маскировать. Наносила я достаточно много, скажем так, и наслаивала. Но как-то так. Я не могу сказать, что мне очень нравятся тональные средства от этого бренда. Скорее нет, чем да. Что-что, ну вот тональные средства, как по мне, от этого бренда все-таки покупать, наверное, не особо стоит. Может, кому-то они очень нравятся и подходят. Но, как по мне, лучше немножечко доплатить, но купить что-то с бюджетной тоже категории, но что-то более качественное. Поэтому тональные крема мне не очень подходят от этого бренда. Скажем так, попробовав уже какое-то разнообразие у себя в ассортименте, то я пришла к выводу, что LCF как-то не очень качественно относится к продукции именно тональных кремов, тональных основ. Как-то у них это не совсем удачно получается. В общем-то, тональный крем должен хорошо усесться и впитаться. Мне кажется, что надо минут 5 где-то. Я вернусь где-то через 5 минут и посмотрим, какими мы пудрами воспользуемся. Ну что, мои хорошие, тональный крем уселся. У него такой полуматовый, слегка сатиновый финиш. Хотя, если честно, когда я его первый раз тестировала, мне показалось, что он более матовый. Может быть, он как-то немножечко меняется со временем, пока лежит и хранится. Может, как-то что-то ухудшается. В общем-то, я вспомнила, что у меня еще есть вот такой вот консилер-стик от этого бренда. Смотрите, он так выкручивается. Здесь достаточно много продукта, я бы так сказала. Цена бюджетная, достойная. Сейчас проверим, насколько качественно. Кстати, пахнет как-то не особо, если честно. Как-то так старовато, чем-то, каким-то таким не очень приятным запахом. Вот такая вот текстура. Достаточно подвижная текстура. Немножечко липкая. Но запах неприятный. Какой-то старостью воняет, если честно. И я купила его достаточно недавно. Я не могу сказать, что сроки годности какие-то плохие. Но как-то пахнет он не очень. Ну, давайте попробуем точечно нанести, замаскировать мои нюансы. Попробуем вот здесь вот тоже немножечко растушевать. Используем этот консилер-стик как базу под тени, я бы так сказала. Заодно высветлим вот эти вот участки. Ну, высветляет этот консилер достаточно неплохо. Достаточно даже, я бы сказала, хорошо. Правда, на коже его заметно. Сейчас, конечно, зафиксируем все это пудрой. Он достаточно такой липкий, подвижный этот консилер. Не совсем то, что я люблю. Но сейчас я вижу, я прям такая белая, как смерть. И прыщик он, конечно, замаскировал вроде бы неплохо. Я надеюсь, что вам хорошо видно. У меня есть три варианта пудр. Это вот такая вот пудра матирующая, прессованная. У меня она уже с дырочкой и поломанной крышечкой. Но это самая любимая моя пудра от этого бренда. И, скорее всего, что сегодня я буду использовать именно ее. Затем у меня есть вот такая вот рассыпчатая пудра от этого бренда. Оттенок здесь один. Здесь тоже первый оттенок. У меня все всегда в самых светлых оттенках. И еще есть у меня вот такая вот пудра. Внутри она вот такая вот. Это из летней коллекции. Тоже тон первый. Прикольный дизайн, честно говоря, мне нравится. Довольно-таки приятная задумка. Здесь внутри есть спонжик. Вот такая вот пленочка защитная. И сама пудра. Неплохо все смотрится, но пудра, текстура у меня... У нее неплохая. Но упаковка, она такая, знаете, шатается как-то. И, не знаю, как по мне, то эту пудру более заметна на лице. Но давайте все-таки одну сторону этой пудрой, вторую вот этой. И посмотрим, вблизи, какая же сторона будет смотреться лучше. Я возьму обычную пушистую кисть. Набираем. Я закончила наносить пудру. С этой стороны у нас, с вот этой вот, матирующая вот эта пудра. Сразу я вижу хорошую матовость. И на лице эту пудру совершенно незаметно. Смотрите. Абсолютно. Даже на носу ее незаметно. Очень нравится мне эта пудра. Она очень хорошо матирует. Она действительно даже самые влажные крема. Она реально делает их очень матовыми, натуральными. И на лице абсолютно незаметно. Этим она меня вообще подкупает. И она очень бюджетная. С этой стороны тоже все, в принципе, неплохо смотрится. Но не так сильно видна эта матовость. И, как по мне, то текстура от этой пудры немножко сильнее заметна. Но, может быть, она просто мне не так сильно нравится, как предыдущая. Хотя, в принципе, по ощущению они достаточно похожи. Но мне больше нравится именно вот такая вот. Ну, что могу сказать? Видно, что у меня на лице немножко есть уже косметики. Давайте будем переходить к следующему пункту. И, наверное, я начну с бровей. С оформления своих бровок. Как вы видите от природы, они у меня достаточно такие, как это сказать, вверх торчащие. Не слишком густые. И, ну, как-то они очень красивые, скажем по правде говоря. Я вам совершенно забыла показать пудру третью, божечки. Так много продуктов я просто теряюсь. Я вам совершенно забыла показать вот эту вот пудру. Она тоже у меня в первом оттенке. Она, в принципе, неплохая. Цена у нее хорошая. Здесь внутри вот такой вот большущий спонж. Большой минус в том, что этот продукт высыпается даже несмотря на вот эту защитную пленочку. Он тупо высыпается. И вот эту пудру более всего заметна на вашей коже. Помимо того, она слегка подсушивает кожу. И, не знаю, я заметила спустя, наверное, месяц использования, что как-то тональные крема с этой пудрой, они как-то к концу дня обладают каким-то сероватым оттенком. То есть, заметно больше текстура этой самой пудры на лице. Плюс она как-то подчеркивает сухость на любом тональном средстве. И как-то такой сероватый оттенок придает. Мне кажется, даже сама пудра как-то к вечеру, она как-то окисляется. И смотрится это недостаточно хорошо. Поэтому именно эту пудру я бы все-таки не советовала. Если уже выбирать, то больше всего, конечно, мне нравится вот эта пудра. Но уже если сравнивать и с вот этой третьей, то вот эта уже тоже намного лучше, нежели эта. Хотя вот эта самая дорогая среди них. Она практически 80 гривен мне стоила. Вот эта самая дешевая, это средняя по цене. В общем-то, с пудрами вроде бы разобрались. Убираем в стороночку. И приступаем к бровям. Больше всего, конечно, вот этого бренда я люблю помадку вот такую. Есть у них всякие фломастеры для оформления бровей. Есть обычные карандаши. У меня вот такой вот коричневый в оттенке 2. Сейчас покажу вам свотч. Вот это вот карандаш у нас с таким оттенком. И сейчас покажу оттенок помадки. Внутри помадка вот такая. Как вы видите, она у меня уже так многовато. Я ее использовала. Она была полностью кверху заполнена. Сейчас ее... Ну, я не скажу, что там половины нету. Ну, процентов 30 точно я использовала. Беру любую кисть скошенную. У меня это вот такая вот обычная кисточка. Обычная с масс-маркета. Набираю и показываю вам свотчик. Вот это вот то, что посветлее, это у нас помадка для бровей. Вот этот вот оттеночек. Она по стойкости не слишком стойкая. Я бы не сказала, что она достаточно долго держится на лице. Но мне нравится ее текстура. Она такая, знаете, как масляная. Она так аккуратно-аккуратно наносится. Очень приятно и очень комфортно. Карандашом я практически не пользуюсь. Как-то я не слишком люблю просто карандаши. Я больше как-то к помадкам привыкла. В общем-то, давайте будем приступать к оформлению наших бровок. Будем считать, что бровки у меня получились без зеркальца маленького поближе. Я, честно говоря, плохо вижу. У меня со зрением не все хорошо. Вот. Ну, собственно, вот так вот выглядят брови с вот этой вот помадкой. Она застывает где-то минуты-две. А потом, в принципе, все достаточно неплохо держится. Но мне хватает ее на весь день. Если, конечно, под дождь сильно не попасть или просто не умыться, тогда она достаточно легко смывается. Карандаш тоже нестойкий, обычный. Ну и можно какую-то стрелочку дорисовать, где-то немножечко подправить саму бровь. Ну и, в общем-то, все такое. Что будем дальше смотреть, я даже не знаю. С румян у меня, в принципе, только одни румяна есть. Это вот такие вот с летней коллекции. Внутри они вот такие. Кстати, у них тоже есть вот такой спонжик и защитная пленочка. Оттенок у меня один. Вот такие они вот. Прикольный дизайн. Мне нравится эта летняя коллекция именно по дизайну. Сейчас я вам покажу слотчик. Вот такие вот румяшки эти у нас внутри. Цвет достаточно такой универсальный, я бы так сказала. Ну, с контурирующих средств у меня тоже только одна палеточка. Это вот такая вот. Здесь идет хайлайтер вверху. И, я бы сказала, бронзер, потому что он достаточно теплого оттенка. У меня тоже это все в оттенке один. Давайте, наверное, уже оформим лицо и затем посмотрим, что к чему. Беру я вот такую вот приплюснутую слегка кисть. И давайте начнем с бронзера. Кстати, он достаточно хорошо пигментирован. Ого! Прямо аж пятно поставилось. Оттенок действительно очень насыщенный. И, честно говоря, к этому тональному крему прилипает такими пятнышками. Не слишком хорошо растушевывать. Но я все-таки попробую такими круговыми какими-то движениями. Что-что. Ну, вот эта вот палетка, в принципе, неплохо. Но, честно говоря, вот этот бронзер мне абсолютно не нравится. Он какой-то слишком теплый, слишком темный. Как-то не очень естественно это все смотрится. Но, что поделаешь. Но для себя я, конечно, решила, что в дальнейшем будущем однозначно я больше эту палитру покупать не буду. Немножечко затемняем лоб. И давайте, наверное, нанесем заодно наши румяна. Румяна я буду наносить вот такой вот кистью от Malva. У меня она 002, такая большая. Она вроде бы идет для пудры, но я ею наношу румяна. Набираем немножечко и вот таким вот образом наносим. Ух! Сегодня я буду как новогодняя елка сиять. Пигментация достаточно неплохая. Но вот стойкость желает быть лучше. Ну, что поделать. Ну, и давайте уже нанесем заодно и хайлайтер. Хайлайтер у меня, кстати, есть как вот в этой палетке, так и в бутыльке. Попробуем, наверное, сначала нанести вот такой вот сухой, а потом жидкий. Для этого я возьму вот такую вот кисть небольшую. Хайлайтер здесь, кстати, достаточно яркий, очень даже. И он немножечко дает какой-то сероватый оттенок, я бы так сказала. Поэтому тоже я не могу сказать, что я в восторге от этого продукта. Да, он действительно хорошо сияет, действительно все круто. Но я не уверена, что мне бы это сияние хотелось видеть каждый день на своем лице. Я думаю, что можно что-то получше выбрать. Давайте немножечко на носик. И на губу. Я, кстати, заранее извиняюсь, периодически у меня соседи шумят, вы не обращайтесь сильно на это внимания. И давайте я вам покажу вот эту вот бутылочку с хайлайтером. Кстати, продукта здесь, ну, очень много. Прям конкретно. И пигментация просто бешеная, вот серьезно. Очень бешеная. Очень сияющее такое у нас покрытие. И прям вот так немножечко пальцем я перенесу. С вот этой вот растушевки с руки немножечко переношу сюда. Но достаточно совсем-совсем капельки, потому что сияние будет очень большое. Может, конечно, кто-то любитель такого сияния, но я слишком сильно сиять не очень-то люблю. Но, кстати, можно немножечко нанести и под бровку. Совсем чуть-чуть. Кстати, проблема этой упаковки в том, что оно все вытекает. Как вы видите, вот вся крышка в продукте. Можно сказать, что консистенция, знаете, такая, как масляная немножечко. Интересная достаточно. В общем. Ну что же, мои хорошие, вот такое вот у нас чудо получается на моем лице. На фоне вот этих всех красных таких щек нам не хватает, конечно, глаз поярче. С теней у меня есть две вот такие вот палетки. У меня вот эта вот палетка называется Бежевая. Ее я купила совсем-совсем недавно. Здесь такой базовый набор. Они не слишком яркие, не слишком пигментированные. Но можно сделать как и более вечерний такой вариант, так и более дневной. Вторая палетка называется Розовая. Оттенок 2. Она у меня уже достаточно длительное время, достаточно долго. Одна из моих любимых палеток. Как вы видите, она у меня уже такая пошарпанная. Даже треснула немножко стекло. Это сухие у меня текстуры. И в жидких у меня есть вот такие вот тени-глиттеры. Здесь 4 оттенка. Я думаю, сегодня мы воспользуемся как сухими оттенками, так и какими-то вот такими. Ну, давайте начнем, наверное, с самого светлого оттенка. Заполним все подвижное и неподвижное века. Возьмем вот такую вот пушистую большую кисть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну, конечно же, куда без стрелок. И сегодня я буду использовать подводку для глаз. Вот это вот ультра-черная. Она идет подешевле, но она мне не слишком нравится. У нее очень неудобный вот этот наконечник. Он очень жесткий. Рисует вот так. Но очень неприятно, когда наносите на веки, ощущение, что у вас там колет, режет и все, и сразу. Это очень неприятно, поэтому я ее вообще не пользуюсь. Но для обзора решила вам показать. Вторая мне нравится. Она достаточно хорошая. У нее мягкий такой наконечник этот. Вот такой вот. Очень удобно рисовать, но стрелочки получаются не слишком тонкие. Вот это вот второе. Вот это подводка. Она матовая. Она действительно дает натуральный такой матовый эффект. Очень красиво смотрится на глазах. И мне нравится то, что она очень и бюджетная, и достаточно хорошо держится. Но она не слишком стойкая. Но если не мочить, то на целый день хватит точно. И действительно матовая. Ну, конечно же, для более четких глаз я хочу прорисовать внутреннюю слизистую. И возьму вот такой вот черный карандаш обычный. Делаю сводчик. Вот это вот последний. Это у нас карандаш. Он достаточно темный. Практически такой же, как и подводка. Смотрите. В общем-то, прорисовываем. Ну, и завершающий штрих – это тушь. Тушь я взяла вот такую. Она самая бюджетная, как по мне. И она водостойкая. Внутри она выглядит вот таким вот образом. Такая синенькая. Здесь объем аж 14 мл. Это достаточно много. Правда, у нее достаточно большой такой аппликатор. Вот такой вот. Он просто огромный, силиконовый. Продукта набирается достаточно много. Хочу сразу сказать, что эта тушь, она не дает какого-то бешеного эффекта. Она просто немножечко удлиняет и утолщает ваши реснички. Так сказать, просто делает темнее и выразительнее то, что у вас уже непосредственно есть. Но, кстати, она отпечатывается. Поэтому, когда вы ее наносите, желательно смотреть вниз и быстро не поднимать свои ресницы. Потому что вот здесь вот будут следы. Ей для того, чтобы она высохла на ресницах, где-то надо полноценных минут 5 точно. Но потом она действительно хорошо держится на протяжении всего дня. Ну что, мои хорошие, я повытирала свои нюансы. Собственно, вот такой вот макияж глаз у нас с вами получился. Я думаю, вполне неплохо смотрится. Давайте теперь переходить, конечно, к нашим губам. У меня есть несколько вариантов для макияжа губ, скажем так. Начну, наверное, с самых любимых моих продуктов. Это вот такой вот блеск для губ. У меня это оттенок 04. Достаточно плотненький такой этот блеск для губ. Он достаточно такой, знаете, тягучий, как по мне. В нем есть мелкие такие блесточки. И он мне очень нравится. Далее, то, что мне тоже понравилось, это вот такая вот помада-карандаш. Оттенок, у меня оттенок 3. Вот так вот выкручивается этот карандаш-помадка. Продукта достаточно много. Он очень бюджетный. Сводчик я вам сейчас нарисую. Сводчик, вот он. Оттенок немножечко похож на блеск вот этот. На запах очень вкусно пахнет шоколадом. Затем две мои любимицы. Это вот такие вот матовые у нас блески-помадки. Вот такие вот. У меня оттенок 02 и 04. Они очень классные. Но консистенция у них такая, знаете, более жидкая. Но они быстро достаточно застывают, становятся матовыми и достаточно неплохо носятся. Это у нас с вами 04 оттенок вот этот вот. Сейчас покажу оттенок 02. Он немножечко поярче будет. Но наносить нужно достаточно аккуратно, потому что такая более жидкая консистенция может немножечко выйти где-то за пределы ваших губ. Также из матовой серии есть вот такая вот у меня помадка. Но она мне не понравилась. Ни цветом, ни своей консистенцией, ни тем, как она смотрится на губах. Оттенок у меня 02. Но она достаточно приятно пахнет. Вот она. Цвет достаточно хороший, но как-то на губах она слишком стягивает губы. Слишком как-то она их делает какими-то такими сухими. И это смотрится достаточно не очень красиво. Также среди всех коллекций у меня есть и летняя коллекция. Это оттенок у меня 3. Выглядит внутри она вот таким вот образом. Матовая тоже крышечка. Здесь, кстати, пластик. Также, как и вот эти все упаковочки, они тоже идут с пластика. Но хочу сказать то, что в летней вот этой коллекции все цвета достаточно яркие. Они такие более красные, более такие темно-розовые. То есть выбрать бледный цвет вообще нереально. И кисть здесь очень такая интересная. Она как маленькая лопаточка. Неплохо все. Действительно матовая. Действительно такой яркий цвет, но не стойкая. Вот эти вот по стойкости намного лучше. Очень классные. Вот эти вот, наверное, самые мои такие любимые в нынешнее время матовые помады. Далее обычная вот такая вот увлажняющая помадка. У меня в оттенке 0.3. Внутри она вот такая. Сейчас покажу вам свотч. У меня все-таки розовые все, практически все оттенки. И последняя из нюдовой серии. Вот такая вот. Оттенок 0.2. Она очень натурально смотрится на губах, где бы вам нарисовать. Ну, давайте вот здесь. Такая пепельная роза или как это. Ну, короче, вот такие вот оттенки у меня помад. Помады все по-своему прикольные. Но больше всего, конечно, мне понравились вот эти вот малышечки. Блеск, карандаш и вот эти. Давайте я сейчас быстренько попробую все это нанести на губы и покажу вам, как они все смотрятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мои хорошие, вот такой вот обзор у нас с вами получился. Давайте вкратце подобьем итоги о том, что стоит покупать, а что все-таки не стоит. Однозначно я бы советовала купить вот такую вот базу под макияж. Она действительно хорошая, действительно бюджетная. Мне понравилось. Это то, что я рекомендую. Хайлайтер. Мне тоже понравился. Его хватит очень надолго. И он реально очень-очень сияет. Его, конечно, видно из космоса. Это точно. Можно брать. Далее. Палетки теней. Вот такие вот. Мне они нравятся. Я ими пользуюсь регулярно. Цена бюджетная, качество доступное и хорошее. Тоже можно брать смело. Далее. Вот такие вот глиттерные тени. Блестки. Сейчас один из них у меня на глазах. Мне тоже они нравятся. Я тоже могу их рекомендовать. Они действительно неплохого качества за бюджетную цену. Далее. Что мне еще понравилось? Мне очень нравится вот эта вот пудра. Ее я тоже могу советовать. Она действительно хорошая. Затем. Вот такая вот помадка для бровей. Тоже хорошая. Кстати, оттенок у меня 0,2. Она действительно тоже классная. Присмотритесь. Помады. Помада вот такая вот. Помада-карандаш. Хорошего качества. Вот такой вот блеск тоже. Достойного качества. И вот такие вот матовые помады. Стойкие. Тоже достаточно хорошего качества. И подводка для глаз. Вот такая вот. Тоже достаточно хорошего качества. Это то, что мне понравилось от этого бренда. Это то, чем я пользуюсь и буду пользоваться. Давайте приступим к тому, что мне не слишком понравилось. Не слишком мне нравятся тональные средства. Их у меня трое. И они все не слишком хорошего качества. Вроде бы и неплохо. Но хотелось бы лучше. Финишная. Вот такая вот рассыпчатая пудра. Не очень мне понравилась. Румяна и пудра. Вот румяна. Вот пудра. В принципе неплохо. Но хотелось бы лучше. Вот такая вот палетка для контуринга. Хайлайтер и бронзер. Не слишком мне нравятся. Не могу советовать. Кстати, забыла сказать то, что мне нравится. Тушь. Тушь классная. Тушь очень стойкая. Она действительно водостойкая. Она очень бюджетная. И она очень классно смывается. Достаточно просто нанести на пальцы теплую воду и просто помассировать. И она такими маленькими кусочками просто сползет с ваших ресниц. И не оставит вот такие вот черные круги под глазами. Она мне этим очень сильно нравится. Однозначно мой фаворит. Далее. Далее, далее, далее. Консилер. Нет. Его очень сильно заметно. И он как-то быстро портится. Он достаточно неприятно пахнет. Мне не нравится. Помады. Вот такая вот летняя коллекция. Матовая помада. Не слишком мне нравится. Не то. Вот такая тоже матовая. Тоже мне не нравится. Вот эта помада. В принципе, неплохо. Но как-то тоже не слишком мне понравилась. Нюдовая. Тоже как-то вроде бы неплохо. Но не то, чтобы прям очень нравилась. И что я еще забыла вам показать. Купила я еще лаки для ногтей. Вот это вот матовый лак. Это блестки. В принципе, неплохо. Но достаточно как-то тоже ни о чем. Вот этот, который матовый, он настолько жидкий. Он полностью даже не перекрывает цвет ваших ногтей. То есть, его надо наносить слоем в три где-то. И он очень сильно растекается по ногтю. Вообще не советую. Блестки, в принципе, неплохие. Но они достаточно как-то не слишком пигментированы. Надо много для того, чтобы был заметен этот цвет на ногтях. Лучше всего, конечно, наносить какую-то подложку какого-то цвета. А потом поверх наносить вот эти блестки. В принципе, я думаю, что я все вам показала. Вроде бы я ничего не забыла. Карандаши, в принципе, тоже неплохие. Но не могу сказать, что они прям очень классные и очень стойкие. Для тех, кто только начинает знакомиться с косметикой, это неплохой вариант. Вот этот вот бюджетный бренд. Но, конечно, есть как удачные, так и не совсем удачные продукты. В общем-то, я надеюсь, мое видео было вам хоть немножечко, но все-таки полезным и интересным. Если это так, обязательно ставьте свои пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите свои комментарии, как вам формат такого видео. Я пока буду с вами прощаться. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!